И к другим темам. Сегодня второй день крупнейшего агрофорума День Сибирского поля. В его рамках проходят семинары и круглые столы. Также на одной из площадок работает выездная выставка Министерства здравоохранения Алтайского края. Сейчас на месте работает мой коллега Дмитрий Бутков. Он с нами на связи. Дмитрий, ждем подробностей. Да, здравствуйте коллеги, аграрии и механизаторы. Как и космонавты должны готовиться к своей работе и следить за своим здоровьем. И здесь на агрофоруме проходит выездная выставка Министерства здравоохранения. О том, что здесь представлено, нам расскажет Владимир Владимирович Захаров, главный врач диагностического центра Алтайского края. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Расскажите, что на выставке представлено. Добрый день. Министерство здравоохранения Алтайского края представило здесь выездные формы работы медицинских организаций. Это прежде всего Центр медицинской профилактики, губернаторская программа «Автопоезд здоровья», скорая помощь мобильная, плюс еще выездной мобильный ФАП. Самое главное, как раз концепция представленной выездной работы вписывается в общую тематику собрания Сибирского поля, Дня Сибирского поля. Это связано с тем, что любой сельчанин, механизаторы, работники или труженики села готовы и могут пройти в любое время свое обследование, как профилактического направления, так и консультативного врачебного приема. В частности, диагностический центр здесь представлен врачом ультразвуковой диагностики, то есть можно пройти обследование по УЗИ как щитовидной железы, внутренних органов, молочных желез, так и провести флюорографическое обследование. Кроме этого, здесь подключена информационная система, скайп-консультирование. Уже по итогам вчерашнего дня, первого дня Сибирского поля проконсультировано в целом свыше 100 человек. Из них проведено две скайп-консультации со специалистами по интернет-консилиуму диагностического центра. Когда выявлена патология печени, этот пациент взят на особый контроль и, соответственно, выбрана маршрутизация этого пациента. Он приедет в диагностический центр и самое главное, что с места здесь Сибирского поля он уже автоматически, благодаря удаленному доступу, уже записан на прием к специалистам диагностического центра. Вот в этом удобство заключается и в этом комфорт. Владимир Владимирович, а как активность посетителей, как часто приходят на площадку? Мы видим сейчас очередь, наиболее как бы вот эти все методы обследования, они востребованы. Поэтому, мне кажется, здесь как раз то благоприятное время и место, чтобы пройти эти обследования. Поэтому мы сегодня планируем отработать до конца выставки, посетить, осмотреть всех посетителей, всех желающих, как с документами, так без документов. Поэтому, ну самое главное, самое главное, не просто продиагностировать, а в случае подозрения какой-то серьезной патологии направить на дальнейшее дообследование и лечение. Спасибо, Владимир Владимирович. Ну, так получается, что для того, чтобы следить своим за здоровьем, нужно прийти сюда и просто иметь желание наблюдать своим за здоровьем и сохранять его, так скажем. Вам слово, коллеги.